Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! У меня сегодня такое настроение прям снимать, снимать контент. Сегодня и влог сняла для вас, и два мукбанка хочу отснять. В общем, есть огромное желание снимать, отличное настроение. Сегодня утром я встала достаточно рано. Мне нужно было брата своего отвезти на склад. У него, оказывается, есть огромный склад, я даже не знала об этом. А в общем, сегодня у нас пельмени в сливочном соусе. Очень вкусно получается. Здесь у нас крылышки, огурцы консервированные, здесь оливки, мандарин. Причем мандарин с такими листьями. И киндер сюрпризы. Приятного аппетита всем, кто смотрит это видео. Горячо. Но я голодная, не могу остановиться. Сегодня с утра я уже на своей машине отвезла брата на склад. Я вам, кстати, снимала. Возможно, на процессе монтажа мне что-то не понравится. Я возьму и удалю, а возможно, это влог выйдет. Потом отвезла брата в банк. И, естественно, он мне помогал. Понятное дело, что он не то, что он прям сзади сидел. И сидел в телефоне, естественно, он меня поддерживал. Там говорил, езжай, остановись и так далее. Ну, так в целом, сказать честно, вот прям сейчас я кайфанула от машины. Я поняла, что мне очень нравится водить. Единственное, был один аварийный момент. Я повернула еду. Стоит просто припаркованная машина. С заднего сиденья резко выходит пассажир. Но, я так понимаю, это не моя вина. Человек должен сначала посмотреть по сторонам, а потом уже выходить из машины. Тем более расстояние там совсем небольшое. Как бы это надо учитывать. А так, если брать в общем, сегодня 3 часа я была за рулем. Можно было бы, конечно, взять уроки у инструктора и посадить рядом инструктора. Но это, во-первых, дополнительный расход. У этой машины рядом с инструктором тормоза нету. Поэтому смысла и сидеть там особо нету тоже. Брату все равно надо по делам. Я его отвезла. Я буду личным шофером. Но, девочки, я не думала, что я прям так буду кайфовать от машины. Мама так посмотрела и сказала, лучше бы взяла Киопсим. Она красивее. Ну, кто бы что ни говорил, прежде всего надо слушать свое сердце. Все остальное второстепенно. Еще одна цель достигнута. Теперь следующая цель. Как вы думаете, какая у меня следующая цель? Мне просто интересно, вы угадаете или нет? Кто угадает, я отвечу в комментариях. Какая у меня следующая цель может быть? Вот что вы думаете, а? Даже когда я училась на первом курсе, у нас были девчонки, которые прям мечтали сесть за руль. Во мне этого никогда не было. Если бы я хотела, у меня бы уже давно была бы машина. У меня такое ощущение, что вот эти сложности я прохожу не одна, а вместе с вами. Какие-то неудачи я всем делюсь с вами. Смотрю у других блогеров. Там, например, сразу она показывает уже купленную машину и все радуются за нее. А у нас с вами немножко другие отношения. Я вам рассказываю о своих неудачах. Там какая-то машина, мне понравилась, ее продали другому человеку. Я реально считаю вас частью своей семьи. Мне очень приятно читать комментарии. прям очень. Сливки обожаю. без ничего вообще могу кушать просто сливки с хлебом. Этот год, конечно, был ужасный, но покупка машины все исправила в конце года. так очень вкусно, но в то же самое время очень калорийно получается. Много не съешь. припарковала прям под своим балконом. было бы, конечно, хорошо. Если бы у нас были бы нормальные гаражи, я готова даже переплатить, лишь бы спуститься вниз на нулевый этаж в лифте сесть в машину и поехать. Потому что во дворе вообще места нету. Это днем я ее припарковала. Если вечером приеду, то вообще припарковаться негде. у меня следует. Мне просто интересно, насколько хорошо вы меня знаете. Сможете ли вы угадать, какая у меня следующая цель? не падает. Прям очень вкусно. Давайте откроем один из киндер-сюрпризов. Я обожаю киндер-сюрпризы. Особенно за их шоколадом. Шоколад невероятно просто вкусный. Я всегда делаю вот так. Тут еще сюрпризик. Нежнятина просто. Штока нежный шоколад. Опять какой-то конструктор. В моем детстве клали такие крутые игрушки. Прям целые. А сейчас какая-то фигня. Непонятно, что это вообще. Не знаю даже. Крылышки мои любимые. Короче, маме не очень нравится, если честно, машина. Но самое главное, мне нравится она. Мама говорит, белая Киоптима смотрится намного круче, чем эта. Я не обижаюсь, как бы на вкус и цвет товарищей нет. Вот я немножко поела. меня сразу прям так в сон клонит. Не знаю, почему. У меня даже на работе так было. После обеда мне так хотелось спать. Пришла на работу, отработала. как только обед, все, меня уже не остановить. Острые. Крылышки почему-то всегда делают острыми. Мне было реально очень тяжело не заснуть. Я прям сидела, думала, блин, надо спички вот так вот поставить. То есть всегда хотелось спать после того, как плотно покушала. Мандарин у меня ассоциируется с Новым Годом. Сегодня как раз нужно поставить елку. Потому что уже до Нового Года что осталось? Две недельки. Поэтому обязательно надо поставить елку. У нас она искусственная. Вообще естественное здесь не продают. Здесь как бы считается нерациональным, неправильным срубать елку. Просто чтобы ее украсить дома на месяц, а через месяц ее выбросить. Поэтому 99% людей в Азербайджане искусственные елки. У кого-то вообще елки нету, у кого-то искусственная. Но чтобы естественная была, это прям редкость. Во-первых, их не продают. Не знаю, насколько их законно вообще срубать. Поэтому я побегу украшать елку. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!